Всем привет! С вами проект по видеомаркетингу на виду и мы продолжаем серию видеороликов о трендах видеомаркетинга. И сегодня мы расскажем о прямых эфирах и видеоворонках. Погнали! Прямые трансляции. О боже, прямые трансляции. Этот тренд, конечно, уже не этого года, он достаточно давно, но он прекрасно работает до сих пор. Обязательно им пользуйтесь. Почему вообще смотрят люди прямые трансляции? Ну, для меня лично это какое-то сопричастие к тому, что происходит. Это любопытство того, что это где-то вот сейчас в данный момент, и интересно нажать. И кроме этого, к человеку, который проводит прямую трансляцию, больше доверия, потому что он должен обладать большим опытом, экспертностью, чтобы, например, отвечать на вопросы. Вести прямую трансляцию гораздо сложнее, ее нельзя перезаписать, там, запнуться, ошибиться. Ну, и доверие к таким людям гораздо выше. На прямых трансляциях идет максимальная интерактивность взаимодействия с пользователями. И можно задавать вопросы. Это главный плюс, если у вас информационный продукт или вы делитесь какой-то полезностью. Например, был курс на Genius Marketing, и я спрашиваю, как у них вообще проходят уроки. Это прямые эфиры? Они говорят, нет, у нас просто записи. Меня это напрягло. Но прошло два месяца, и я узнал, что у них уже запустились прямые эфиры, уроки. Значит, это пользуется спросом. Значит, людям интереснее задавать вопросы и взаимодействовать с преподавателем, с мастером в реальном времени. И плюс прямых эфиров – это возможность попадать в топ через ключевые запросы. Возьмем, например, YouTube. Мы выбираем определенный ключевик, достаточно высокочастотный, который каждый день ищут. И делаем под него трансляцию. Затачиваем под него описание. Больше, конечно, работает заголовок. И мы попадаем в топ-5 или топ-10 YouTube. Если пользователь нажал это ключевое слово в поиске, он увидит и нашу прямую трансляцию. Естественно, там будет подпись «Прямой эфир». Ему будет интересно узнать, что по этой тематике вещает в данный момент. И он нажмет. Таким образом, соцсети собирают аудиторию дополнительную, бесплатную для нас. И, в принципе, для социальных сетей важно, чтобы как можно дольше смотрели прямые эфиры. Они прямые эфиры развивают внутри своих сервисов и набирают как можно больше пользователей, которым может быть это интересно. И этим стоит пользоваться. Например, еще в Facebook. Возьмем, например, мы показываем ролик в прямом эфире. В определенный момент времени у нас там где-то 100-150 просмотров. Если считать, сколько вообще нас пользователей посмотрели в течение часа, это будет там 1000-2000. Ну, уже получше. Но, на самом деле, Facebook, кроме этого, когда закончится трансляция, еще будет догонять видеоролики, догонять пользователей, подписчиков вашей группы и показывать эту прямую трансляцию еще другим. Допоказывать. И у вас еще прибавится 3-5 тысяч просмотров. И это прекрасно. То есть, вот это уже результат. Да еще, собственно говоря, бесплатный инструмент. Это же здорово. Таким образом, можно показывать трансляции отдельно, без проблем, без заморочек. Сами разберетесь во ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках хорошо заходят, в Ютубе. Если вы хотите показывать прямые трансляции сразу во все социальные сети одновременно, вы можете разобраться, заморочиться в программе ОБС для этих самых трансляций. Ну, или обратиться к фрилансеру, агентству, которое сможет такую трансляцию вам организовать. Мне кажется, это решение получше. Подытожим. Прямые эфиры – это возможность получать дополнительный бесплатный трафик в социальных сетях. Кроме этого, гораздо эффективный, потому что вы взаимодействуете с пользователями и доверия к вам гораздо больше, чем это просто записи. Видеоворонки. Уже целый год идет бум по автоматическим воронкам продаж. Это пришло к нам из Америки, и суть этих воронок заключается в том, что мы продаем не напрямую, а продаем через несколько этапов, подогревая нашего клиента к покупке. И показывая рекламу, тратят деньги только в тех, кто заинтересован в данном продукте. Такие воронки есть в email-маркетинге или в продажах через сайт, интернет, лендинг и так далее. И здесь можно активно использовать также видео. Я расскажу сейчас о такой черновой схеме, как это можно делать, например, через Facebook. На Facebook первый ролик мы создаем, где рассказываем вначале о проблеме, которая существует, и о том, как можно решить эту проблему, о способах. При этом этот ролик мы не брендируем, мы не упоминаем о нашей компании, просто даем полезность. И делаем рекламную кампанию по охвату. То есть, может быть, один-два просмотра на максимальное количество людей, ну, естественно, с таргетом на вашу аудиторию. Для чего мы это делаем? Чтобы вычислить тех пользователей, которые заинтересовались этим видеороликом, посмотрели его, например, больше 50 или 70 процентов или досмотрели до конца. Facebook позволяет выделить эту аудиторию. И второй ролик, который мы делаем, мы уже показываем только тем людям, которые заинтересовались первым видеороликом. Во втором ролике мы уже показываем логотип нашей компании, мы, опять же, обозначаем проблему. Мы также обозначаем, как ее решить, но уже с точки зрения нашей компании. Как это делается у нас, какие были кейсы, какие способы использовали. Ну, и говорим, пользуйтесь. Опять же, даем полезность, но знакомя человека, зрителя уже с компанией нашей. Это второй этап. И, опять же, тех, кто посмотрел 50-75 процентов, мы показываем треть видеоролика, в котором мы уже можем делать продающий. Например, мы говорим, вот мы знаем, что вы посмотрели предыдущий наш ролик, где мы рассказывали о том-то, том-то, и если у вас есть желание сэкономить ваше время, и вы это сами будете делать полгода, мы можем сделать то же самое, потому что у нас это отработано за месяц или два. Для этого вот такие-таки у нас преимущества, вот поэтому мы можем вот так вот сделать. Подробнее ознакомьтесь на нашем сайте, или там скидывайте ссылочку на леди, ну, то есть конкретно продающий ролик. Таким образом, у нас получается рабочая видеоворонка. Еще раз, преимущество в том, что мы не влог продаем сразу сходу, а мы согреваем аудиторию, тратим бюджет максимально на тех людей, которые заинтересованы в этих видеороликах. На ютубе, к сожалению, пока таргетироваться на аудиторию, которая посмотрела определенное количество времени ролика, нельзя, на фейсбуке можно. Поэтому внедряйте в фейсбук, делайте аналитику подробную на ваш сайт, настраивайте, и будет вам счастье. В следующем видео мы порассуждаем, стоит ли тратить огромные деньги на видеопродакшн, на видеомаркетинг, или достаточно поснимать просто на мобильный телефон. С вами был Михаил Салаев, подписывайтесь на наш канал и будьте на виду. Субтитры создавал DimaTorzok